здравствуйте дорогие любители вязания хочу вам предложить сегодня связать со мной вот такой узор этим узором связан пуловер из немецкого журнала knitter номер 47 за 2020 год мне понравился этот узор тем что он без наворотов иногда хочется отойти уже от японских узоров сложных и что-то связать попроще вот мне показалось что узор простой и пуловер смотрится очень эффектно когда я стала вязать образец схема мне показалось простой она действительно простая но когда я стала разбираться сразу начала вязать тут уже возникли вопросы по всей видимости здесь для начала вязания не хватает установочных рядов по-видимому там в описании указано что начинать узор после каких-то рядов определенных я не приводила не читала описание и сама схема тут у меня вызывает некоторые вопросы и я хочу предложить вам так сейчас мы будем вязать с вами узор а когда я буду монтировать видео я сделаю свою схему более понятную особенно для начинающих и уже при просмотре видео вы будете видеть полную схему так я зря ее убрала раппорт узора составляет 12 петель при поворотном вязании мы еще добавляем одну петлю для симметрию узора это 12 петель в ширину и 16 рядов высоту у меня здесь связано 4 раппорта я связала узор не сразу все четыре раппорта узором вязала а как на пуловере постепенно прибавляя раппорт узора мы с вами свяжем два раппорта в ширину и ну я покажу начало второго раппорта в высоту чтобы вам было понятно как добавлять сам узор набираем на спицы 27 петель вместе с кромочными первую кромочную снимаю последнюю кромочную провязываю изнаночной и в начале узоры мы свяжем два установочных ряда которые не входят в раппорт узора первый установочный ряд после кромочной 5 изнаночных далее 1 лицевая 1 изнаночная вот это изнаночная петля это середина раппорта далее у нас будет 1 лицевая 4 изнаночных мы провязали 1 раппорт и вяжем 2 раппорт 5 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая и 4 изнаночных мы провязали 2 раппорт и у нас в конце 1 петля для симметрии узора мы вяжем ее изнаночной петлей это у нас первый установочный ряд 2 установочный изнаночный ряд и все изнаночные ряды во всех изнаночных рядах этого узора мы будем петли вязать по рисунку по рисунку это значит мы петли вяжем так как они перед нами лежат лицевые петли мы вяжем лицевыми изнаночные изнаночными такие это я видел пропускаю вы вяжете их самостоятельно провязали два установочных ряда которые не входят раппорт узора и начинаем вязать узор 1 лицевой ряд в первом раппорте мы будем петли вязать по рисунку мы же постепенно будем узор включать в полотно и так у нас первый раппорт петли по рисунку 5 изнаночных 1 лицевая изнаночная лицевая и 4 изнаночных и 2 раппорт 5 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная и 3 петли мы должны перекрестить левую сторону первую петлю можно на дополнительные спицы оставить перед работой я просто меняю петли местами оставляем первую петлю перед работой провязываем 2 лицевые здесь не надо сильно затягивать петли довольно свободно вяжите при перекрещивании и петлю оставленную перед работой с дополнительной спице мы провязываем тоже лицевой петлей и далее у нас будет до конца ряда 3 изнаночных из которых последние изнаночные это петля для симметрии узора во втором изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 3 лицевой ряд 1 раппорт вяжем петли по рисунку второй раппорт 5 изнаночных начала по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная 3 2 лицевых и 3 петли перекрещиваем левую сторону точно также оставляем первую петлю перед работой провязываем 2 лицевые и петлю оставлено перед работать тоже провязываем лицевой и в конце ряда у нас будет 1 изнаночная петля четвертом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 5 лицевой ряд в первом раппорте петли провязываем по рисунку 2 раппорт 3 изнаночных и теперь 3 петли нам нужно перекрестить в правую сторону первые две петли мы оставляем на дополнительной спицы за работой я просто меняю петли местами провязываем лицевую петлю и петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми и теперь уже во второй половине раппорта петли вяжем по рисунку 1 изнаночная 5 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку мы провязали 6 рядов первую половину образца 1 раппорт мы вяжем петли по рисунку а во второй у нас начинает вывязываться узор во втором раппорте 7 лицевой ряд петли по рисунку первом раппорте вяжем и второй раппорт 1 изнаночная снова 3 петли перекрещиваем вправо 2 оставляем за работой провязываем лицевую петлю петли оставлены заработать тоже вяжем лицевыми и далее 2 лицевых 1 изнаночная 5 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда восьмом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 9 лицевой ряд в первом раппорте петли провязываем по рисунку 2 раппорт 1 изнаночная 5 лицевых 1 изнаночная 2 лицевых и следующие 3 петли мы перекрещиваем в правую сторону 2 петли оставляем за работой провязываем лицевую петлю и петли оставлены за работой мы провязываем изнаночными в конце ряда 1 изнаночная петля и в десятом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 11 лицевой ряд петли первого раппорта вяжем по рисунку 2 раппорт 1 изнаночная 5 лицевых 1 изнаночная и 3 петли перекрещиваем снова в правую сторону 2 петельки оставляем за работой провязываем лицевую петлю и петли оставленные за работой провязываем изнаночными и у нас до конца ряда будет 3 изнаночных двенадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 13 лицевой ряд петли первого раппорта провязываем по рисунку 2 раппорт 1 изнаночная 3 петли перекрещиваем в левую сторону оставляем первую петлю перед работой провязываем 2 изнаночных петлю оставлены перед работой вяжем лицевой далее будет 2 лицевых 1 изнаночная 1 лицевая и 5 изнаночных до конца ряда в 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 15 лицевой ряд петли 1 раппорта вяжем по рисунку 2 раппорт 3 изнаночных 3 петли перекрещиваем в левую сторону одну петлю оставляем перед работой провязываем 2 изнаночных петлю перед работой вяжем лицевой далее будет 1 изнаночная 1 лицевая и 5 изнаночных до конца ряда шестнадцатом ряду петли провязываем по рисунку вот посмотрите мы провязали два раппорта в ширину и один раппорт высоту и теперь мы включаем узор уже в первый раппорт при дальнейшем вязание если вы вяжете несколько раппортов то все первые раппорты мы будем провязывать еще по рисунку и постепенно вот так будем включать узор давайте я провяжу с вами еще пару рядов следующего раппорта 5 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная и 3 петли перекрещиваем в левую сторону одну петлю оставляем перед работой провязываем 2 лицевые петлю оставленную перед работой тоже вяжем лицевой далее будет 2 изнаночных и точно такой же теперь вяжем второй раппорт 5 изнаночных лицевая изнаночная и 3 петли перекрещиваем в левую сторону одна петля остается перед работой провязываем 2 лицевых петлю оставленную перед работой тоже вяжем лицевой 3 изнаночных у нас будет до конца ряда и во втором изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку мы провязали два ряда следующего раппорта и я надеюсь что вам понятен принцип вязания очень симпатичный теневой узор я буду очень рада если он вам тоже понравился если это так то ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом я желаю вам здоровья и мира добра и позитива удачи и ровных легких петелек пока пока